Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы с вами уже начнем. Короткий вопрос. Скажи, пожалуйста, Саша, мы на каком еще мероприятии? Что сейчас? Будет конкурс фильетонов, а может быть, какой-то конкурс музыки или концертов? Сейчас будут дебаты. Дебаты? А все знают, что за формат дебат? Догадывайтесь. Так, ну что ж, для того, чтобы и поддержать наших кандидатов на постпредседателя школьного парламента, и вообще, в принципе, объяснить сам принцип нашего сегодняшнего мероприятия, давайте начнем с самого начала. Итак, формат предполагает короткое выступление, трехминутное, короткий спич каждого из кандидатов. Ребята еще раз расскажут подробно о своей программе. После этого они начнут задавать вопросы друг другу по программе, и дальше уже вопросы от каждого класса. То есть я буду подходить к представителю одному от вашего класса, и вы уже сможете задать свой вопрос. Сможете либо всем кандидатам, либо какому-то конкретному. Вот так. Ну и сейчас вступительное слово директору лингвистической школы Бойцова Олегу Николаевичу. Вы не представляете, насколько для меня сегодня важный тень? Потому что, наверное, впервые за срок с 1 сентября я обращаюсь не только к педагогам, не только к учителям, не только к сотрудникам школы, но в первую очередь к вам. Ради кого вообще все это задумано в далеком 99-м году? Ну, наша школа, вот многие у меня дети спрашивают, с какого года наша школа существует. Запомните эту дату. Вот сейчас я ввел урок литературы в 6-м классе, и я говорю, вот эту дату, дату рождения, дату смерти Александра Сергеевича Пушкина, вы должны знать просто навсегда. Вот еще одну дату вы должны знать. Наша школа, день рождения нашей школы в 1999 году. То есть нам уже 24 года, мы уже в таком, уже из юношеского возраста перешли во взрослый сознательный возраст. И я хочу, чтобы вот в таком сознательном возрасте находились все мы, ученики нашей прекрасной лингвистической школы. И поэтому для меня очень важно сегодня выступить перед вами, перед теми, ради кого все это задумано в далеком 99-м году. Учениками лингвистической школы. Нас много. Наши ученики уже в разных странах покоряют просторы образования, становятся государственными служащими, занимают высокие посты. И вот все, что сегодня придумано, а это придумано тоже несколько лет назад, вот эта работа в парламенте, создание парламента, работа в таких вот демократических интересных условиях, это для вас. Потому что вы уйдете в большую жизнь, столкнетесь с большими вопросами, где-то будут проблемы, обязательно будут трудности. Готовьтесь к этому. Потому что жизнь — это не только солнечный день, как и сегодня. Жизнь — это не только те тепличные условия, которые мы создаем для вас. Тепличные условия здесь я не говорю как иронию, я говорю наоборот, что мы с любовью, заботой относимся к каждому из вас. И вы это видите. Да, если что-то не получается, мы всегда идем вам навстречу. И в этом, наверное, ценность нашего с вами образования и ценность нашего общения — быть в сотрудничестве. Но жизнь подкинет вам новые задачи, с которыми, уверен, вы справитесь. Новые проблемы, с которыми, уверен, вы справитесь. А почему уверен? Потому что мы максимально создаем для вас такие условия, чтобы вы развивались. Вот дерево, которое растет, оно никогда не задумывается и не остановится в своем развитии. А дай-ка я не буду больше развиваться. Вот я хочу, чтобы вы всегда помнили, что если уж дерево растет и всегда развивается, то вам, ученикам прекрасной мегалитетической школы, подавно нужно всю жизнь развиваться. И мы подкидываем вам разные задачи, разные условия, разные кейсы для того, чтобы вы развивались. И вот сегодня еще один кейс, он учебный. Но через несколько лет он будет настоящим взрослым. Уметь доказывать свою точку зрения. Уметь не бояться большой аудитории. Уметь не бояться каверсных вопросов. Уметь не бояться брать на себя колоссальную ответственность. За себя, за жизнь своих близких, за жизнь своих родных. За функционал своей организации. За то, чтобы двигаться вперед и иметь за эту ответственность. То есть вы помните всегда, у вас есть права, но у вас есть всегда и обязанности. И поэтому вот этот наш новый проект, парламент, школьный парламент, который вот благодаря нашим коллегам уже существует в нашей школе несколько лет, это еще один кейс, который вас готовит к жизни. Это и для нас тоже большой и важный урок. Потому что через ваши желания, через ваши какие-то требования, а это нормально, вы можете высказывать требования, мы тоже развиваемся, мы тоже понимаем, куда нам идти, куда нам двигаться. И я сейчас являюсь директором, для меня это огромная ответственность. Да, честь, но это огромная ответственность. Поэтому для меня сегодня огромная честь выступать перед вами. Для меня это огромная ответственность, огромная честь. Конечно, что сразу скажу, я не обещаю вам пельмешек в эфете. Часть электората может уже уйти. Потому что самые лучшие пельмешки должны быть у ваших родителей, у ваших бабушек. Я не обещаю вам отмены школьной формы, потому что я сейчас смотрю, веруя на вас, и любуюсь, какие вы красивые, замечательные. Да, может быть, будут какие-то послабления в школьной форме, соглашусь с этим. Может быть, то, что для нашей школы присуще, то, что я вижу, например, как негативный пример во многих других школах, когда дети идут на учебу в каких-то спортивных штанах, в худи, в футболках. Нет, это плохо. Вот это нас, вот такой вид, такой внешний деловой вид, нас будет отличать от других. Помните, я на уроках о риторике, когда я ввел этот предмет, я вам всегда говорил одну важную вещь. В своей речи, в своих аргументах, в своей убедительности вы должны быть, запомните это слово, уникальными. И мы в этом уникальны. Что я смотрю на старшеклассников, как на солидных, красивых, организованных людей. Это очень важно. Вот в этом наша уникальность. Да, мы можем пойти на какое-то спортивное мероприятие, одеть спортивные штаны, футболки. В этом тоже будет своя уникальность, но это будет на спортивных соревнованиях. А здесь мы должны быть уникальными в своей собранности, как внешней, вот как сейчас я вас вижу, так и во внутренней. Потому что внешняя организованность, она отпечатывается и на внутреннем мире. Поэтому для меня деловой стиль одежды и для каждого из нас очень важен. Конечно, я не буду вам обещать, чтобы вы пользовались во время уроков мобильными телефонами. Этого тоже не будет. Я бы с огромным удовольствием каждое утро сдавал бы свой мобильный телефон и в 6 вечера забирал. Он мне не мешает, да. Он помогает мне работать, создавать какие-то деловые коммуникации и так далее. Да, но мы прекрасно понимаем, что вы находитесь в таком возрасте, что вас он будет отвлекать. Это, наверное, вот три позиции, о которых я долго размышлял, о которых я думал, что всего, скорее всего, не будет. Значит, для всего другого я, администрация, все мы открыты. Открыты для обсуждения, открыты для диалога, открыты для аргументации. Мне очень приятно видеть вас, новых кандидатов в новый парламент. Я прекрасно понимаю, насколько вы волнуетесь. С другой стороны, я вам говорю, вы молодцы. Я вам благодарен за то, что вы уже продвинули эту идею, продолжили вот эту традицию парламента и не побоялись сказать о себе «я». В современной жизни это тоже очень важное качество. Быть как уникальным, о чем я сказал только что, и сказать свое сильное, веское «я». Я смогу, я сделаю. Но помните об одном, что, находясь в нашей лингвистической школе, еще одно очень важное местоимение – мы. Мы будем делать, мы будем сотрудничать, мы будем дискутировать, мы будем развиваться. Вот все, что я хотел сказать вам в качестве пожелания. Вам, уважаемые кандидаты, и вам, глубоко уважаемые электораты. Спасибо вам. Спасибо вам большое за такое напутствие. Прежде чем начать и перейти уже непосредственно к аргументам наших уважаемых кандидатов, нужно все-таки несколько слов сказать и о том, какой путь мы прошли за эти три года. Нынешний состав парламента – это уже третий созыв. Да, так получилось, что еще прошлой весной был первый созыв, выборы проходили в феврале. Вы помните, насколько это заворожило просто всю школу, насколько было много кандидатов на пост председателя, и как затем проходила работа и первого парламента, и второго парламента. Это очень сложно, но это очень важный формат детского самоуправления, когда вы действительно берете на себя ответственность, когда вы предлагаете идеи, когда вы самоорганизуетесь. И о подведении итогов работы второго парламента расскажет председатель второго созыва школьного парламента Макар Мазаев. Я хочу поприветствовать всех, кто сегодня пришел на дебаты. Это, мне кажется, уже стало таким традиционным событием для нашей школы в начале осени. И да, я бы хотел, конечно, поделиться тем, чего мы достигли, чего мы не достигли. И, в первую очередь, самое важное, кажется, что указать на главные ошибки. В прошлом году, да, проходили выборы во второй созыв школьного парламента. На этих выборах я победил. И как раз вот началась довольно интересная, вот этот интересный промежуток моей жизни, как раз связанный с школьным парламентом. За это время мы провели, точнее даже предложили много мероприятий, которые прошли впервые для нашей школы. Ну, например, во время Хэллоуина, который многие учащиеся просили, мы попытались предложить, это было одобрено. И был впервые проведен как раз мероприятие, как раз посвященное этому дню. Также были проведены впервые новые спортивные мероприятия, которые, я думаю, в этом году тоже будут повторены. Например, были соревнования по мини-футболу, по мини-баскетболу, конечно, с нашими условиями, но все равно это было. И мне кажется, это хороший опыт. Также, конечно, мы оказывали поддержку в организации концертов, которые проходили. И, опять-таки, мне кажется, что это просто входит уже, так сказать, в полномочии школьного парламента. Ну, мне кажется, также важно поделиться о развитии как раз телеграм-канала, который как раз еще был запущен уже, получается, весной прошлого года. Мы смогли его, также плотно развивали мы его. Мы, рост подписчиков увеличился в полтора процента, точнее, в полтора раза. Мы добавили много рубрик, и как раз, мне кажется, осенью вот начнется как раз уже возобновление самой деятельности, самого телеграм-канала. Конечно, остались идеи, которые еще не успели, так сказать, воплотиться в жизнь. На что я надеюсь, это как раз идея, например, дискуссионного клуба. Это идея как раз книг вот этого книжного клуба, книжных ярмарок, потому что это как раз мы продвигали, но, к сожалению, это мы не успели провести. Поэтому вот как раз вот я вам, может, можно сказать, что подкидываю идеи. Ну, естественно, важно, надо сказать, что, конечно, было также много и неудач, без этого, к сожалению, никуда. На самом деле, вот Олег Николаевич сказал правильную вещь, это именно про сотрудничество. Потому что, на самом деле, самое важное вот в самой работе это сотрудничество. Это сотрудничество внутри команды, сотрудничество со школьной администрацией. И именно от того, как она будет идти, как будет этот диалог идти, зависит сама деятельность и результат как раз работы школьного парламента. Ну, и, конечно, я бы хотел поблагодарить тех, кто, ну, даже вот некоторые, кто вот присутствует, они как раз были в составе прошлого созыва. К сожалению, много учеников, их нету сейчас, кто-то ушел из школы. Я хочу вот поблагодарить Сизова Михаила, кто сейчас вот присутствует. Это был Матвей Попов, это была Башилова София, это была Кичигина Нина, которая, к сожалению, на сегодня не присутствует. Это также был Шангаров Хасан, Куданин Дмитрий, это был Волков Даня также. Вот. И, конечно, я, опять-таки, я соглашусь с Олегом Николаевичем, то, что популизм, это, конечно, очень такая вот удобная штука, которой вот можно вот так вот разбрасываться, но, понятное дело, что если мы просто придем и скажем, мы требуем форму, отмены формы, мы требуем там того всего, то никакого конструктивного диалога не получится. И это будет просто, ну, мне кажется, пустой тратой времени. Ну, наверное, я уже закончу. Я хочу пожелать дорогим кандидатам удачи и пускай победит сильнейший в этой части. Спасибо большое. Спасибо большое за содержательную речь. Ну, а теперь давайте уже познакомимся с нашими героями, будем аплодисментами. Итак, кандидат номер один от восьмого Б-класса Осипенкова Алина. Пока еще представим, все, садись, садись еще пока, да. Будем посылать самые добрые лучи пожелания Нине для того, чтобы она, наконец-то, к понедельнику уже поправилась, поэтому давайте аплодисменты для члены Нине. Кандидат номер три от девятого А-класса Станислав Кузнецов. И четвертый кандидат Матвей Крылов. Отлично. Ну что ж, познакомились, и теперь можно переходить к нашему первому этапу непосредственно спичи. Трехминутной спичи. Для первого пригласим Алину Осипенкову. Здравствуйте. Меня зовут Осипенкова Алина. Я являюсь ученицей восьмого Б-класса. И сегодня я расскажу о моих ключевых тезисах, а также добавлю еще два тезиса. Расскажу я о всех как можно подробнее. Первый тезис я попробую изменить форму к лучшему, а именно изменить какие-нибудь цвета, добавить аксессуары в Скайлэйке, а также попробую сделать больше дней со свободной формой. Или, допустим, сделать каждую пятницу, чтобы была свободная форма. Второе. Сертификат на то, чтобы не делать домашние задания. Вы сможете получить таких сертификатов три раза в год. Такой сертификат действует два раза. И получить вы их сможете, если вы получите все пятерки в триместрах. Соответственно, третье. Квесты. Я попробую сделать в школе разные квесты, которые могут проходить начиная с четвертого по одиннадцатый классы. А также больше праздников по типу пижамных вечеринок, Дней веселья и так далее. Также я хочу добавить разные конкурсы по типу вокального конкурса, конкурсы по актерскому мастерству. Также я хочу создать зону, где можно будет отдыхать, делать домашние задания и так далее. Это не будет самоподготовка, и там не будет учителей, а будут лишь ученики. Я считаю, что нужно выбрать меня, потому что я очень люблю что-либо контролировать, помогать и улучшать школу. Спасибо. Обновляем таймер. Следующие три минуты пошли, и они даются Станиславу Кузнецову. Приглашаем. Здравствуйте, меня зовут Кузнецов Станислав, я ученик девятого класса, и сегодня я вам расскажу о своих трех тезисах, так как я бы очень хотел стать председателем нашего школьного парламента. Самое первое – это пересмотр меню нашего школьного кафе, то есть увеличение порций, возможно, изменение рецептуры, введение большего разнообразия блюд, чтобы обеды, завтраки, полдники, те же самые фруктовые завтраки, допустим, введение некоторых экзотических фруктов, чтобы это было гораздо более приятным. Ну, несомненно, и сейчас это довольно неплохо, вкусно, и многим из нас это нравится, но хотелось бы немножко изменить. Также, очень лично важное, как для меня, так как я очень люблю турслеты, выездные мероприятия, это увеличение их числа. Ведь есть такие прекрасные предметы, как физкультура, ОБЖ, география, на которых нам дают много интересных и полезных знаний. И, несомненно, многие бы эти знания, они все пригодятся нам в жизни в той или иной ситуации, но если бы можно было опробовать их на практике, это бы очень сильно, лично по моему мнению, разнообразило бы сам учебный процесс и сделало бы эти предметы гораздо более интересными и, можно даже сказать, веселыми. И, возможно, некоторые люди, которым они не очень нравятся, тоже бы полюбили их так, как люблю их я. И также, третье, и вот лично для меня тоже довольно важное, раньше, наверняка некоторые из вас помнят, у нас в школе были игровые комнаты, где были разные развлечения, и ученики могли отдохнуть и хорошо провести время. Но потом, к сожалению, их убрали. Поэтому моим третьим тейсом является предложение вновь вернуть игровые комнаты, чтобы учащиеся нашей школы между уроками и после уроков могли отдохнуть, хорошо провести время и получить множество положительных эмоций и вновь влиться в учебный процесс уже с новыми силами. И приглашаем третьего кандидата, Матвея Крылова. Раз-раз. Добрый день, уважаемые ученики, учителя и администрация школы. Я Крылов Матвей, ученик седьмого А-класса и баллотируюсь на пост председателя школьного парламента. Наше время – это время больших перемен. Я хочу смело смотреть в будущее, идти вперед и менять мир вокруг себя. Считаю, что наша жизнь во многом зависит от нас самих. Хочу внести свой вклад в развитие школы. Первое – это создание медиаклуба. В нашей школе много замечательных традиций, такие как школьная газета и радиоэфир. Я предлагаю ввести еще одну традицию – школьное телевидение, создание роликов о нашей школьной жизни, классах, интересных событиях и размещать эти ролики в школьных соцсетях. Волонтерское движение. Конечно, в нашей школе проводится много различных благотворительных акций, но я хочу предложить создать волонтерский отряд, который будет проводить интересные флешмобы, социальные акции, спортивные мероприятия. Экологическое движение. Деятельность этого движения будет направлена на форматирование новых стереотипов поведения, например, утилизация пластиковых стаканчиков, батареек, бережное отношение к природе. Организация встреч с известными людьми, представителями разных профессий. Это будет очень интересный опыт, возможность пообщаться в неформальной обстановке с актерами, режиссерами, художниками, спортсменами, представителями разных профессий, задать вопросы и получить ответы из первых уст. Создание комфортного пространства для общения. Предлагаю организовать в зале Матис пространство для общения, где будут находиться интересные настольные игры, небольшая библиотека для отмена книгами по принципу буккорсинга. А в заключении хочу сказать, что еще Архимед разработал теорию рычага. Известно и его высказывание, переживавшее века. Дайте мне точку опоры, и я перевернусь в землю. Разумеется, эти слова не более чем поэтическая гипербола. Но, возможно, школьный парламент и будет моей точкой опоры. Сделайте правильный выбор. Отлично, Матвей, спасибо большое. Ребят, я хотел бы обратить ваше внимание, избирателей наших, о том, что кандидаты в своих речах обращали внимание не только на свой личный интерес, но они также отталкивались и от вашего запроса. Поэтому очень важно, чтобы речь каждого из них вы воспринимали и как свой личный отклик, чтобы вы находили в их программах, в том числе, свои личные желания. Теперь мы переходим к этапу, когда наши кандидаты задают друг другу по одному вопросу, либо по программе, либо по реализации. Кто хотел бы из вас троих начать? С вопроса. Кино-микрофон. Давайте я, раз уж меня прекрасно. Такс. Мы умудрились выключить микрофон, к сожалению, но я готов сейчас выслушать ваши вопросы и постараться поменять возможности. Нет, это еще не тот вариант. Сначала вы вопросы задаете друг другу. Ладно. Вопросы друг другу по программе. Матвей, а вот ты предлагаешь организовать вот такой вот своеобразную зону для общения в зале Матис. Но лично по твоему мнению, будет ли она пользоваться популярностью у учеников и действительно понравится ли им эта идея, Матвей? Или же, допустим, тот же самый медиаклуб, который ты предлагаешь в школьное телевидение? И то есть, допустим, лучше разместить в зале Матис не клуб для обмена книгами с настольными играми, а, допустим, несколько компьютеров, чтобы ученики тоже могли, допустим, выйти в интернет, допустим, просмотреть те же самые видеоролики, которые, возможно, в будущем мы запишем? Ну, это, конечно, тоже важно, и можно это сделать, но настольные игры, с настольными играми они бы могли играть и на переменах, а так, ну, например, тоже после уроков, а так, ну, не сидеть там в телефонах, например. Нет, ну... Хорошо, все, жалуюсь, чтобы Матвей ответил. Алин, может быть, у тебя есть вопросы? Нет вопросов? Нет вопросов? Матвей, у тебя вопросы? К Стасу или Алине? Хороший вопрос. Спасибо. У меня есть вопрос по поводу школьной формы. Ну, что, например, ты бы хотела изменить в школьной форме? Ну, там, ты сказала про цвета, аксессуары. Это... Мне кажется, рубашки, например, цветные, можно носить аксессуары в школу и так? Подождите, рубашки цветные носить, по идее, в школу нельзя. Разрешены только белые, насколько я знаю. Также я не хочу прям сильно изменять форму. Я хочу добавить какие-то либо цвета, допустим, чтобы можно было носить не только синий, но и черный. В нашей школе это вроде как не разрешено. И также аксессуары, ну, допустим, чтобы можно носить было какие-нибудь... Не только галстуки и так далее. Ну, что-нибудь еще дополнительное. Спасибо большое. Вроде у кандидатов друг к другу вопросов нет. Теперь уже приходим к вопросно-ответной форме. Да, ваши вопросы, вы, Суши. Пока пожелания. Кто хотел бы из классов первой начать? Так, вопрос от седьмого А. Миша. Вопрос к Стасу, и он довольно такой непростой. Вот смотри, Стас. А, нет, извините, Карин. Алина, смотри, вот ты предлагаешь кроме белого носить еще какие-то цвета. Но у нас же есть правило, что можно носить не только белые, но и, например, не знаю, вот. Как у Стаса синяя или у меня, не знаю. Вот такую полосочку, которую не видно. Поэтому я даже не знаю, вот как ты собираешься что-то измазать. Как ты собираешься изменять школьную форму? Конкретно как я хочу изменить. Вот даже насчет рубашек. Разрешены белые и синие. Я бы хотела добавить черные, какие-нибудь бежевые и так далее. Также я бы хотела, чтобы можно было носить черные юбки, черные пиджаки. Также можно было носить, помимо этого всего, не только бежевую, но и старшим классом можно было носить красную клетку. Вот, потому что, допустим, ее носят четвертые классы, а по желанию, может быть, смогли бы носить и старшие. Так вот послушаешь, даже кандидат, ощущение, что ты на модельере учишься как минимум. Давайте, может быть, еще вопросы какие-то. Так. У меня даже больше пожелания, а не вопрос. Вот к Матвею. А насчет зала для общения в зале Матис? Можно реализовать это немного по-другому. Просто если подумать, то для общения это будет не очень выгодно, потому что многие хотят посекретничать от остальных. И общаться... Ну, многие хотят рассказать что-то такое личное, а когда много людей вместе, то они получатся. А вот когда... Ну, я бы советовал лучше сделать, например, зону для настольных игр, правильно вот сказал Стас, про компьютерную зону небольшую. Можно... Вот это вот... Мишенька, вопрос. Как ты думаешь, получится ли это реализовать? Что именно реализовать? Уединенные места для общения в зоне Матвей? Они уже есть в школе. Да-да-да, на всех четырех этажах, на две пары. Так, вопрос. У тебя ты, Ана. Матвей, ты предлагаешь сделать настольные игры в зале Матис, но что если, учитывая, что там всегда много людей, там, после завтрака или после обеда, настольные игры могут, там, потерять какую-то фигуру, какая-то карточка, или там могут, там, ну, случайно ее уронить, там, не наступить. Что ты будешь с этим делать? Как ты будешь, скажем так, сохранять эти настольные игры? Потому что риск этого очень большой. Я, конечно, учитывал, ну, учитывая эту возможность, но у нас же есть дежурные в школе. Они могли бы скидывать. Вот это. Ну и это уже... Ученики будут ответственнее, мне кажется. Могут быть ответственнее. Красава. Так, хорошо, еще вопрос от 9-го. Ана. Матвей, как ты собираешься приглашать сюда, ну, медийных людей? За просто так сюда точно никто не придет. Что ты им приглашаешь? За пожалуйста. Ну, что ты им будешь предлагать? Ну, как? Спасибо. Вопрос к администрации школы. Это будем как-то решать уже. Не кажется. Но пока что я не знаю, как это решить. Так, услышали? Вопрос от 7-го В. У меня вопрос к Стасу. Стас, вот ты предложила вернуть игровые комнаты, но не думал ли ты о том, что начиная примерно со средней школы, то есть с 5-го класса, детям будет выгоднее просто пойти домой, полежать на кровати, может быть, поспать там, чем приходить в игровую комнату и играть. То есть не все классы такие дружные, чтобы играть все вместе. Они просто пошли бы домой. Вопрос тут несколько... Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, но, однако же, игровые комнаты, они же не подразумевают, что, допустим, играть там и отдыхать должен именно один класс, и всем классом. То есть, допустим, вот как они были, то бишь, там были бассейны с шариками, надувная горка, там было две консоли стояло. В общем, ну, как бы, даже, в принципе, один или два человека, ну, из разных классов могут там, ну, могли тогда, там провести очень неплохо время. Тем более, многие игровые, например, такая, как игровая на третьем этаже, которая сейчас является кабинет 306, там стояли столы для настольного тенниса, баскетбольное кольцо, что давало довольно-таки, ну, большую вариативность отдыха для людей, и в том числе для более старших учеников нашей школы, которые, возможно, уже, как бы, не видели, как такового отдыха, ну, вот в этих вот бассейнах с шариками или еще чем-то. И, то есть, да, несомненно, будут люди, которые будут считать, что пойти домой и дома просто лечь и отдохнуть, это гораздо проще, выгоднее и, возможно, даже интереснее, я не спорю с этим. Однако, допустим, вот, игровые комнаты, их же не запрещено было посещать между уроками. То бишь, допустим, первая 20-минутная перемена, то есть нельзя же в эту 20-минутную перемену, допустим, взять и сходить домой, и полежать, а потом вернуться. Хорошо. Спасибо, Стас. И давайте еще два вопроса. Так, от 9... Так, ну, Никита, от 9-й вы. Стас, я кабинет по-русскому не отдам. Вот как раз вопрос по поводу этого. Стас, ты планируешь делать игровую комнату, но вопрос как, если все кабинеты заняты? Да. К сожалению, это тоже, да, это есть такой небольшой минус, так сказать. Однако, тогда, когда, до того, как игровые комнаты убрали, в принципе, ну, как-то могли люди помещаться, и довольно-таки многим это было удобно, ведь у нас до сих пор нету кабинета ОБЖ. ОБЖ тоже, что немаловажно, так как для ОБЖ вообще должен быть отдельный кабинет, и я думаю, Николаю Валерьевичу это тоже бы понравилось, если бы у него тоже был отдельный кабинет для ОБЖ, но несмотря на то, что игровые отдали, все равно кабинетов для некоторых предметов таких важных, ведь ОБЖ, это действительно, это очень важный предмет, который, несомненно, да, его немного в жизни школе так как он появляется только с восьмого класса, идет всего два класса и только один раз в неделю, но, тем не менее, то есть, возможно, некоторые кабинеты, ну, как бы совместить, сделать еще что-нибудь, так как у некоторых учителей могут быть окна, допустим, могут быть свободные кабинеты, но, да, несомненно, может, это будет немножко неудобно. Однако, это повысит комфорт учеников, то бишь, сделать так, что ученикам станет гораздо комфортнее, и, то есть, возможно, можно будет найти как-нибудь компромисс в этой ситуации. Стас, ну, ты сам сказал, что у нас не хватает кабинетов для предметов, то, может, сначала мы найдем место для них? Ну, Никита, да, это очень такая тоже довольно-таки длинная история, что у нас в библиотеке не хватает места для книг, и они лежат стопками. Однако, все равно, то есть, это можно будет как-нибудь решить. Несомненно, надо будет спланировать, посмотреть расписание, посмотреть прочее и прочее, так как есть довольно-таки много нюансов. Но, в принципе, сейчас это вполне реализуемо. Хорошо, все, Стас, спасибо, ты ответил на вопрос. И последний вопрос от ViceProVa. Вообще, вопрос к Матвею. Мы всем классом хотим сказать, что мы тебя очень любим и уважаем, мы тебя поддерживаем. Вопрос таков, если бы вы стали председателем школьного парламента, что бы вы сделали первым делом? Это вопрос Матвею. Первым делом? Я, наверное, сделаю медиагуб, потому что эта идея мне больше всего импонирует. Спасибо. И переходим к последнему этапу наших дебатов. Это короткий одноминутный спич, в котором каждый из кандидатов должен, собственно, произнести последнюю речь перед днем тишины. Потому что на выходные вы уходите с мыслью о том, за кого вы сделаете свой выбор. Уже в понедельник создаются выборы. И это последняя, собственно, минутка, чтобы услышать и убедиться в правильности своего выбора. Начнем мы по порядку. Ну, Алина, приглашаем тебя. Прежде всего, я надеюсь, вам понравились мои тесты, и я скажу о том, почему нужно выбрать меня. Первое. У меня много лидерских качеств. Я очень люблю помогать, продвигать что-либо. И хочу проконтролировать то, чтобы школа стала лучше, чтобы вам было интереснее в ней учиться, а также она стала, как бы, более, было больше активности. А также я занимаюсь вокалом, поэтому я очень часто выступаю на сцене и очень люблю это делать. И надеюсь, что вам очень понравилась сегодняшняя моя речь. Большое спасибо. Спасибо. Приглашаем Стаса Кузнецова. Аплодисменты, ребят. Аплодисменты, ребят. Эти люди обладают действительно выдающимися качествами. Но, несомненно, я, как человек, который уже фактически 9 лет учится в этой школе, я помню довольно-таки много решений, которые было предпринято. Несомненно, многие удачные, некоторые, возможно, не очень. И поэтому я, как человек, который помнит, что было, знает, что хорошо сказалось на нашей школе, что, возможно, не очень хорошо, я смогу вернуть только самые лучшие идеи и, возможно, убрать некоторые не очень хорошие. Спасибо большое, Стас. Отлично. И последняя речь кандидата – Матвей Кэлов. Друзья, даже самая прекрасная идея до тех пор, пока мы ее не решим, и воспользоваться бесполезно. Самое интересное в этих идеях – попробовать их на деле. Если вам понравились мои идеи, голосуйте за меня, и мы вместе воплотим их в жизнь. Матвей Кэрлов. Выбор для лучших изменений. Хорошо. Ну что ж, на этом дебаты закончены. И самое главное, чтобы… Знаете, здесь приведу такую немножко историческую справку. Есть одно очень важное отличие выборов именно в России и выборов, кто как это проходит, например, в Европе или в Соединенных Штатах. Принято говорить, что выборы в России – это, чаще всего, выборы не за программу, а выборы с сердцем. Вот попробуйте здесь, в том выборе, который вы, возможно, уже для себя приняли, наверное, в какой-то степени совместить. Потому что это ваши же ребята, это ваши же одноклассники. И, безусловно, каждый из вас их любит, поддерживает. Ребята провели огромную работу за всю эту неделю. Поэтому давайте общие, очень-очень громкими аплодисментами их действительно просто поблагодарим за эту работу. Ну что, а уже в понедельник мы ждем вас на избирательном участке номер один. Прямо здесь, в актовом зале, на котором вы сделаете свой выбор. Спасибо большое всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова